Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. Дело о банкротстве металлургического комбината «Красный Октябрь» начали рассматривать в арбитражном суде области. Ровно 75 лет назад в бою за гумрак погиб легендарный снайпер Сталинградской битвы Максим Пасар. В конце севодоснабжения устроили розыгрыш призов для добросовестных плательщиков услуг по поставке ресурсов. Полицейские собрали на инструктаж по защите от мошенников представителей районной организации ветеранов. Сразу три автомобиля столкнулись сегодня на мосту через Волгу. Авария стала смертельной для водителя ВАЗ-2104. Мужчине было 63 года. По предварительным данным, в четверку врезался «Мерседес», который выехал на встречную полосу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Первое заседание по делу о признании банкротом металлургического комбината «Красный Октябрь» прошло сегодня в арбитражном суде Волгоградской области. Ход процессу был дан по заявлению налоговой службы из-за долгов предприятия по налогам в размере 660 миллионов рублей. Сегодня представители комбината попросили суд прекратить производство по делу, так как 440 миллионов рублей из заявленной суммы погашено. В свою очередь представители налоговой инспекции заявили о необходимости проверки озвученных данных и детализации оплаты. Разбирательство продолжится в ближайшее время. Впервые в истории Волгоградской области день воинской славы 2 февраля будет нерабочим днем. Отмечать 75 лет со дня разгрома фашистских войск в Сталинградской битве будут с размахом, поэтому власти региона решили, что у жителей должна быть возможность посетить как можно больше праздничных мероприятий. Об этом было объявлено сегодня на оперативном совещании в администрации области. Учитывая значимость празднования 75-летия Сталинградской победы, сегодня принято решение объявить 2 февраля 2018 года в Волгоградской области выходным днем. Ровно 75 лет назад в бою за железнодорожную станцию Гумрак погиб один из самых результативных снайперов Сталинградской битвы Максим Пассар. К началу 1943 года он имел на своем счету 237 убитых фашистов, а в последнем бою 22 января уничтожил две пулеметные точки немцев и героически погиб, обеспечив возможность наступления подразделений Красной Армии. Сегодня почтить память герою Советского Союза на Мамаев курган пришли волгоградские школьники. Он отдал свою жизнь за нашу родину, за ее свободу и независимость. Он был представителем нанайского народа, которые в то время не призывались в армию. На фронт он пошел добровольцем. Он не мог сидеть сложа руки, когда его родина терпит такую трагедию. Предлагаю почтить его память минуты молчания. Инструктаж для пенсионеров по защите от мошенников провели волгоградские полицейские. В Дзержинском районе пожилые представители общественной организации ветеранов узнали об основных схемах обмана, как себя вести с незнакомцами и о подробностях последних происшествий. Один из последних случаев произошел в Советском районе, когда женщина, значит, под предлогом к женщине, под предлогом снятия порчи. Подошла женщина, пояснила, что на ней порча. В этот же момент мошенники, схема у них отработана, подходит другая женщина. Начинает благодарить эту мошенницу за якобы проведенные услуги. И поясняет, что для снятия порчи вам нужно все, что есть, какие есть у вас сбережения, передать ей. Именно доверчивые пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Только за последнюю неделю три пенсионерки лишились полутора миллионов рублей из-за того, что поверили лжецелительницам. Обладателями денежных призов от компании концессии водоснабжения стали жители из числа собственников частных домов, не имеющих задолженности за воду и водоотведение. Всего в Волгограде таких добросовестных плательщиков 36,5 тысяч. Награды распределили по номерам абонентов методом случайного подбора цифр. Об удаче счастливчикам сообщили незамедлительно. Алексей Анатольевич, вас беспокоят концессии водоснабжения. Мы хотим вам сообщить, что вы победили в акции «Добросовестный плательщик». Вам даже ничего не пришлось для этого делать, просто вовремя платить за воду. Вручение призов победителям акции и концессии водоснабжения «Добросовестный плательщик-2017» пройдет в ближайшее время в неформальной обстановке. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова